Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня очередные русские вторники, и мы хотим обсудить последние события, которые происходили не только в России, в Украине, но и во всей Европе. Самая яркая, наверное, история случилась в Черногории. Вернее, так, слава богу, она не случилась. Она могла случиться, и это была попытка, ну, если говорить, называть вещи своими именами, попытка государственного переворота в Черногории. В Черногории чуть больше, чем две недели назад прошли выборы, и, как мы недавно узнали, готовилась целая спецоперация силами внутренних войск, вернее, называется жандармерия Сербии. В России была попытка не просто собрать массовые акции протеста, но и строить расстрел этих массовых акций протеста. Но, видимо, что-то пошло не так, и именно поэтому русские кураторы так быстро прискакали, потому что приезд Николая Патрушева – это очень такое неординарное событие. И, собственно, сразу после, даже во время приезда Патрушева началось депортирование ряда российских граждан из Сербии, и был первый слив про это депортирование, а потом стали это опровергать. На самом деле это очень серьезная история, потому что это показывает, как мы уже многократно с вами обсуждали, что Кремль силен в тактических действиях. Он очень слаб в стратегии, но в тактических действиях он силен. И под постоянные разговоры о том, что больше всего опасаются кремлевской агрессии страны Балтии, на самом деле эта агрессия готовилась совсем в другом месте в Черногории. Понятно, что точка вот этой приложения силы была выбрана не случайно и достаточно точно, потому что это был последний момент, который мог развернуть страну из блока НАТО, потому что все решения по вступлению Черногории в НАТО уже были приняты. Это было слабое звено, потому что, собственно, действующая власть в Черногории сидит уже порядка 20 лет, а любая власть, которая сидит, находится в власти так долго слаба, по определению слаба. Это было слабое звено, потому что связи российского правительства и российских спецслужб в Сербии давные и тоже сильные. И, собственно, вот эта возможность, скажем так, повлиять на события в Черногории для Сербии тоже была достаточно важна. Но, вот как обычно мир считали, моя личная гипотеза, она состоит в том, что поначалу вот этих офицеров спецслужб использовали почти в темную, а когда они узнали, что им предстоит расстреливать мирных граждан, они просто на это не решились пойти. Потому что, собственно, потом отвечать Гаге пришлось бы им, а не их московским кураторам. И, на мой взгляд, именно вот этот провал в Черногории и спровоцировал Путина произнести на Валдайском форуме в Сочи такую, как бы, речь а-ля «Голубь мира», что типа его тут все подталкивают к войне, а он вообще хочет дружить. Собственно, это говорит о том, что, на самом деле, не надо ждать от России, от сегодняшнего Кремля слов. От него надо ждать дел. И верить словам нельзя, а верить можно делам. Как вы считаете, Александр? Безусловно, я вообще считаю, что наряду с великой геополитической трагедией развала Советского Союза, которой, по крайней мере, для господина Путина является, есть еще два таких события, которые очень сильно на него повлияли. Это картинки. Это был замечательный фильм «Собака виляет хвостом» на Фоффмана, когда было показано... Да, прошу прощения. И, соответственно, там можно сделать картинку чего-то в реальности непроисходящего и таким образом управлять миром. И второе, это другая картинка, когда, значит, с палубы американского корабля ракеты летят в сторону Ирака для того, чтобы освободить кувейт от захватчиков. И вот эти две картинки, они фактически повлияли очень сильно на поведение Путина. И мы видим и Сирию, и как начиналась абсолютно в стиле художественного фильма «Операция» и так далее. То есть, по большому счету, он живет этими иллюзиями величия, когда можно делать все, что угодно, когда можно навязывать свою волю другим государствам и не до конца понимая, зачем это, собственно, нужно. На самом деле ужас в том, что хвост виляет собакой, это сатира. А они в Кремле воспринимают это как руководство к действию, фактически как сценарий, по которому нужно действовать. Вот в чем ужас для всех нас. Безусловно. И Орвелл тоже самое писал, это как предостережение, антиутопию. А мы видим, что в России она с большим успехом реализуется. Как бы все эти вещи, благо, в кавычках, благо есть технологии и гуманитарные, и технические, которые позволяют это делать. Так вот, имея в виду и понимая, кто управляет современной Россией, то есть, кстати, очень интересно Украину и многие другие врагов режима, обвиняя то, что хунта, что захватили власть и так далее, и так далее. В нашем правительстве есть только один военный человек, это министр обороны. А в нехунтовском Кремле, я даже не знаю, кто там не был ФСБшником или связанным со спецслужбами. Так вот, это самомышление о том, что можно менять мир через спецоперации. Богатейший опыт российский и советский, давайте вспомним, начиная с коммунистического интернационала, и потом, соответственно, подрывная деятельность ИНО и других организаций, структуру, естественно, славная история и в кавычках, и так, ГРУ. И она, собственно, как бы, естественно, подталкивает этих людей мыслить и действовать так. Естественно, что Европа — это фрагментированное такое образование, тем более, если мы говорим про Балканы. И всегда мы знаем, что нанести атаку, всегда как бы тот, кто наносит атаку, он в преимущественном положении, поскольку иная сторона не знает, где это будет, особенно, если мы говорим о мирной Европе, не в состоянии войны, не в состоянии конфликта с Россией. Соответственно, он выбирает слабое место для того, чтобы нанести такой удар. И, возможно, что действия, начиная с Украины, с оккупации Крыма, война на Донбассе и Сирии, они немножко разбудили тех, скажем, демонов холодной войны на Западе, и которые знают, как таким вещам надо противостоять. Не диалогом, хотя, естественно, Запад будет идти, и никто не отменял ядерное оружие, необходимость общаться с господином Путиным для того, чтобы он этим ядерным оружием, не то что его применял, перестал как бы пугать. И, соответственно, спецслужбы, они понимают, как это можно делать. Просто Черногорская ситуация интересна тем, что мы понимаем, что такая маленькая страна не имеет таких ресурсов для того, чтобы распутать, скажем, эту сеть, распуть этот заговор, который там был. Естественно, им кто-то помог. Если мы посмотрим на карту Европы, то буквально пару государств, которые владеют техническими средствами и хорошо развитой разведкой и контрразведкой, которые могли бы сделать. Естественно, за ширмой остаются другие, прежде всего Соединенные Штаты, те, кто смотрят за миром, скажем так, пристально и могут это сделать. Поэтому мы можем сказать, что сработала защитная система. Вполне возможно, американцы были теми, кто дал такую информацию и организовал, собственно, как бы спецслужбы балканского государства для того, чтобы противодействовать незаконному, неконституционному перехвату власти и, соответственно, не усложнить ту и без того непростую ситуацию, которая имеется в Европе. То есть есть определенный, такой, скажем, пазл, определенная мозаика, которая складывается. В Украине она, понятное дело, сложилась. В Балтийских государствах, в Польше она сложилась, потому что эти страны помнят оккупацию советскую и, соответственно, не хотят этого повторения. Мы ощущаем не просто вот эти 80% гибридной войны, которые ведутся не боевыми методами, не военной агрессией, а, собственно, информационными, кибер и прочими вещами. Но мы еще ощущаем 20% военной агрессии. И, соответственно, мир уже, мир, я имею в виду, прежде всего, Западную Европу и Соединенные Штаты, они уже увидели весь арсенал, который имеется, и, соответственно, начинают реагировать на него. К сожалению, реагирование больше пассивное, поскольку война ведется на территории западных государств. Я не преуменьшаю и не преувеличиваю. Мы вспомним, давайте, случай в Германии о так называемом изнасиловании девочки Лиза. Потом следующее, то, что откуда ни возьмись взялись беженцы и приставали к женщинам в Германии. То есть это как бы просто вспышка такая была во времени... Вот опять как бы синхронизировано некоторые действия и массированная пиаровская компания. Вот в чистом виде хвост филяет собакой. То есть, может быть, там действия совсем и небольшие, но пиар-компания выстроена такая мощная, что эти небольшие действия начинают восприниматься как некая вселенская история. И общественное мнение таким образом реагирует на это. Да, безусловно, видны единые задумки и, скажем так, центры, которые создают это. Вполне возможно, что похожие вещи могут выстрелить и в других государствах, поскольку и тех людей, которые сидят на зарплате Кремля, и то, что называется полезных идиотов, достаточно много в Европе. И понимая цели Путина в Европе, то есть расшатать единство, тем более, что есть абсолютно, скажем так, объективные обстоятельства, как-то Брексит, экономические проблемы, начиная с тех же южных государств, прежде всего Греции. Вот, естественно, как бы мы понимаем, что в интересах Кремля расшатать это и отделить Европу от Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты Европы соединены прежде всего узами НАТО. Соответственно, удар по НАТО является принципиальным и важнейшим. И то, что мы видим, фабулу Черногории, это как раз основная цель. И тут очень важно, чтобы ответ был адекватный. Потому что, если мы посмотрим, на самом деле есть одна история в последней мировой истории, когда у России это получилось. Это так называемая Киргизская революция. Так как все знают, кто основные игроки. И это вполне успешно у них прокатило, что называется. То есть они вполне смогли осуществить свои намерения и не получили никакую ответственность за это, не понесли. Поэтому очень важно, чтобы эта черногорская история не осталась просто так. Ну, там все погрозили пальчиком, высказали глубокую озабоченность и как бы разошлись дальше. Потому что надо понимать, что реально, я совершенно с вами согласна, Кремль очень активно играет в Европе тоже. Просто Черногория это такой уж, ну, просто вопиющий случай. Но я практически уверена, что и на предстоящих выборах во Франции, и на выборах в Германии Кремль будет и финансировать своих марионеток, и активно оказывать им медийную поддержку. Поэтому Европа должна понимать, что нам, может быть, это не очень хорошо, но в том числе методы противостояния времен Холодной войны, к сожалению, приходится доставать из заначки. К сожалению, только вот такое массивное противостояние может дать какой-то результат. И поэтому очень важно не просто дожидаться от Путина каких-то там мирных слов, а дождаться, наконец, уже мирных дел. Ну, я даже сказал бы немножко еще идти в наступление. В каком плане? То есть, по большому счету, стратегия Запада сейчас заключается в том, чтобы дать дополнительные гарантии тем странам, которые чувствуют себя таки уязвленными. Это Балтия, Польша. И, к сожалению, скажем так, на Варшамском саммите ООН не были приняты конкретные решения по усилению присутствия в Черном море. Это большущая проблема. Сейчас, фактически, Черное море стало русским морем. То есть, несмотря на то, что Турция самое мощное государство в военном плане, но все их силы направлены в Средиземное море. То есть, Черное море не является приоритетом, и они не видели его угрозой, учитывая то, что они контролируют проливы. Но сейчас с оккупацией Крыма ситуация кардинально изменилась. И с тем, что там размещены системы ПВО, которые позволяют контролировать не только территорию Крыма и фактически всю Украину, но и европейские государства, члены НАТО, а также добираться до Турции как таковой. А учитывая еще размещение отдельных элементов на территории Сирии, фактически, Черное море и частично Средиземное покрываются и уже, скажем так, некомфортная операционная площадка для западных стран. То есть, получается, что противодействовать, усиливая тех союзников, да и прежде всего, я бы сказал, больше символически, потому что те подразделения, которые уже размещены в балтийских государствах, это просто показать флаг. Но с точки зрения возможности подтянуть туда в нужный момент силы и средства, оно ограничено, поскольку уже есть средства сдерживания, о которых я говорил. Плюс еще мы не забываем по Ленинграду. Таким образом, это первый уровень стратегии. Второй – это поддержка Украины, если мы говорим в контексте Украины, нашей обороноспособности, институционной возможности противостоять агрессии. И третье – это давление на Россию в виде санкций и ограничений. И здесь вот как бы очень важно, и оно, к сожалению, прошло мимо, скажем так, заголовков газеток, санкций, которые были введены в начале сентября Соединенными Штатами Америки. Там был расширен список людей, которые не въездные в Соединенные Штаты. Но было еще принято решение в отношении некоторых предприятий, которые занимаются созданием элементной базы, прежде всего для ОПК, там группа предприятий. То есть я провожу параллели во время Холодной войны. Существовал координационный комитет. Сначала неформально, а потом формально. Такая, скажем, секретная организация, которая следила за тем, чтобы никакие технологии военного или двойного назначения не попадали. Не только в Советский Союз, но и сателлитам, да, в Варшавского договора. И, собственно, как бы вот этот первый шаг Соединенных Штатов, он в правильном направлении, поскольку он подрывает возможность России создавать новые виды оружия и даже поддерживать то, что у них есть. И, соответственно, подрывает эту базу для продолжения агрессии в отношении других государств. Но в любом случае, то, что я говорю, активные действия должны применяться, естественно, не в военной сфере, то есть никто не считает, и это, наверное, будет сумасшествием провоцировать агрессивные какие-то действия в отношении России. Но в плане кибер, в плане психологических, в плане информационных компаний, в плане поддержки оппозиционных сил, это то, что, к сожалению, не видно, чтобы оно делалось очень интенсивно и активно. И, на самом деле, без перенесения войны, гибридной войны, 80%, которые в информационной и в других сферах, на территорию России невозможно изменить, поскольку источник зла – это кремлевская путинская система, которая, к сожалению, еще имеет… в которую мы вообще не можем быть уверены в безопасности. – Абсолютно. – Ну, то есть могут быть какие-то уступки, но это никогда не будет окончательной победой. То есть окончательная победа, возможно, только разрушив ту вот систему, ту вот, ну, без преувеличения империю зла, которая, к сожалению, сегодня находится на российском. – Империя зла не назвала, это империя лжи. Зла она была во время Советского Союза, когда был большой потенциал, начиная с территорий населения, экономики, несмотря на то, что она как бы уступала, и оружие. Россия на данный момент, она фактически великая, большая в нескольких пониманиях. Первый, здесь все территории, второе – это ракетно-ядерный потенциал, третье – это нефть и газ, и четвертое – это пропаганда. – Ну, ракетно-ядерный потенциал тоже есть такая вещь, которую необходимо учитывать, да? – Да, безусловно. То есть, а четыре параметра, по которым является мощным это государство, и которые надо брать во внимание. Но, на самом деле, есть пятый момент, который дает большущее преимущество. Это воля. И, собственно, как бы, вот Путин говорил о том, что он вырос в подворотне, и вот этот вот дух. Я понимаю, что немножко приукрашено его служебные характеристики, которые мы видим. – Ну, вообще, на самом деле, до конца не знаем его историю, потому что иногда кажется, что вообще вся история его жизни во многом – это миф. Да, собственно, если люди, которые там выросли в советское время, знают, что, например, те, у кого была первая форма секретности, была, например, база данных, их данные всегда изменялись в базе данных, чтобы никакие там вражеские разведки не могли этого человека вычислить. У меня просто у папы была, так сказать, первая форма секретности. Он работал в оборонном комплексе, поэтому я это точно знаю. Да, что вот там просто изменялись даже формально все характеристики. Поэтому я вполне удивлюсь, если то, что нам рассказывает Путин про себя, вообще никак этой действительности не соответствует. Отсюда столько мифов, отсюда столько фильмов, вплоть до поисков какой-то его мифической матери и так далее. На самом деле это исходит из того, что мы не знаем в той истории, которую публично нам демонстрируют, где там правда, а где там ложь. В этом смысле я, конечно, соглашусь с вами, что это, конечно, большая империя лжи. Там лжи так много, что проблема не в том, чтобы разоблачить ложь, а выцарапать из этой лжи крупицей правды. А методы гибридной войны. Вот буквально на прошлой неделе достаточно активно обсуждали вскрытую электронную почту Владислава Суркова. Соответственно, часть писем считается, ну, некоторые эксперты считают, что часть писем это фейки, но то, что тот массив переписки, который касается 2014 года, скорее всего, действительно соответствует действительности. Вот это уж точно так. Может быть, там нет больших новостей, но все-таки это подтверждает тот факт, что российские действующие лица, в частности Сурков, координируют, достаточно серьезно координируют деятельность на территории Украины, причем в разных направлениях, в том числе политических. Безусловно, безусловно. На самом деле, как бы ничего не изменилось с того момента, как эта переписка стала публичной, поскольку мы можем, знаете, как в свое время Советский Союз изучали иностранные разведки, были очень много всевозможных таких методов, начиная от того, что изучали справочник телефонный, смотрели кабинеты, кто как сидит. То есть можно декомпилировать некоторые вещи и, соответственно, сделать выводы о целях, задачах, которые выполнялись на какой-то момент. Ну, это я говорю в ретроспективе. Естественно, было бы интересно посмотреть современные задачи, то есть переписку, скажем так, с сентября-октября 2016 года. Но я думаю, что она вполне возможно тоже будет доступна. То есть мы абсолютно понимаем цели и задачи Кремля в отношении Украины. И мы понимаем, что такая сложная операция, такое сложное действие, как война, не может происходить нецентрализованно. Да, может быть, какие-то шерковатости на местах. Мы видим две молодые республики, ЛНР, ДНР, они вот как-то между собой немножко, ну, уже меньше мерек после того, как какое-то количество боевиков было отстрелено, поджарено в лифтах и так далее. То есть там больше согласованности. А до этого немножко было такое ощущение, что из разных центров они управлялись. И была такая информация, что разные подразделения спецслужб российских курировали эти территории. Кстати, вот вы говорите про свежие письма. Буквально на выходных переписывалось с Марком Фейгином. Ну, наверное, Марка не надо представлять в украинской аудитории. А он как раз мне написал, что надо ожидать скоро, так сказать, свежего вброса почты Сыркова. Так что ждем с нетерпением. Ну да, тем более, знаете, как тут тоже, кстати, интересный момент. То ли были это украинские хакеры, а мы можем предположить, учитывая нашу очень хорошую традицию, что первый интернет в мире, по большому счету, разрабатывался академиком Глышковым. И у нас хорошее есть задел. С другой стороны, некоторые говорят о том, что это асимметричный ответ Соединенных Штатов, ответ на кибератаки, на демократический национальный комитет. И вот буквально вчера появилась статья о том, что один из серверов в компании Трампа связан с Альфа-банком в Москве и используется, как возможно, как обмен информацией. И, по большому счету, грубо говоря, тезисы к беседе пересылаются, потому что очень часто Трамп говорит языком русской пропаганды. И, может быть, это подтверждение, может, нет. Может, это просто как бы развить эти... Единственное, что меня расстроило в этой истории, это то, что касается операции Шатун. Но вот это явно не переписка с Суркова. И вот зачем было изготавливать подобного рода фейк, мне осталось непонятным, потому что любые фейки, то есть тут нужно понимать. Да, мы знаем, как действует Кремль. Да, мы понимаем, что они разрабатывают фейки. Но не надо им употребляться. И в этом смысле, когда мы несем действительно истинную информацию, это гораздо лучше, чем изготовление даже каких-то кому-то кажущихся правдоподобными фейками. Вот это меня, конечно, расстроило. Ну, и у меня тоже было сомнение по поводу автентичности документа. Он начинается с, скажем так, буквально в первом взаце в Украине. И мы знаем, что демонстративно Кремль, вся, скажем так, политическая тусовка, она демонстративно использует на Украине. И как бы это мне бросилось с глаза, поскольку, возможно, как бы это говорит о том, где этот был документ написан. Естественно, что он может быть, мы можем предположить, если он, значит, создан, то есть он фальшивкой является, то вывод можно сделать следующий, кому он выгоден. То есть, как бы, властям в Украине он достаточно выгоден в том, чтобы показать, что, смотрите, все те, кто говорит похожие тезисы, да, там о коррупированности, о других вещах, они играют на руку Кремлю, и они вообще есть кремлевскими агентами. А мы такую привычку у наших властей уже заметили. У нас очень резко стали плохими сначала добровольцы, добробаты, потом волонтеры, потом интеллигенция, которая критиковала власть. Да, и сейчас, как бы, получается, все те, кто не согласен, в принципе, поддерживать власть безоговорочно, несмотря на явное совпадение. Дело в том, что, ну, знаете, на самом деле не Россия является главной угрозой Украине в том плане. Да, идет война, да, действительно, оккупирована часть территории, и Крым, и часть Донбасса, но наша слабость, то есть наша слабость, вот это является наша, и слабость, она, естественно, привлекает хищника. И в этом смысле Путин и сотоварищи используют объективную реальность в виде коррумпированных элит, очень медленного реформирования во всех сферах, недовольства большого населения, падением уровня жизни и так далее, и так далее. Естественно, они это используют, потому что нельзя было бы создать, если бы люди были довольны, создать вот эту видимость, невозможно. Не, ну, естественно, в условиях войны, да, причем разного рода, да, и как бы горячие, гибридные, действительно проводить реформы достаточно сложно. И, собственно, тот комплекс на вопросах, с которым сталкивается украинское правительство, я понимаю, что реально он очень большой. И, собственно, вот надо сказать, что сегодня с утра как раз вот перед нашей передачей посмотрела пресс-конференцию Юрия Луценко, и меня она порадовала, да, то есть я понимаю, что там те же ЕД-декларации, это первый шаг, и, собственно, правительство действительно пытается бороться с коррупцией. На мой взгляд, вот я могу сравнить, да, то, что делалось в России и то, что делается в Украине. На самом деле, конечно, в Украине делается много, поэтому меня так и расстроило, что, ну, тут, на мой взгляд, не стоило создавать фейк, да, для того, чтобы у тех, кто, собственно, хорошо относится к украинским властям, да, поселять вот это сомнение в том, что они не всегда действуют как бы нормальными методами, да, так что, вот, если, товарищи изготовители, да, не надо думать, что мы идиоты, когда это фейк, мы это видим, поэтому либо работайте лучше, а лучше не делайте фейки, потому что реально сурков со товарищей достаточно накосорезили, чтобы мы рассказывали и обсуждали то, что есть на самом деле, или а не то, что вам захотелось написать на бумаге. Достаточно посмотреть, что делается там в эфирах тех телеканалов или радио, которые финансируются через, так сказать, друзей Кремля, вот можно это обсуждать, там достаточно все происходит, что на самом деле опасно для Украины, поэтому вот придумывать совершенно безвечно. Тем более, как бы, ключевая вещь, что самый главный инструмент внешней политики России, путинской России, опять же, я имею в виду с того момента, когда он консолидировал все, не только политическую и экономическую власть, это коррупция. То есть, коррупция не в том плане, как мы ее понимаем, бытовой, кого-то можно подкупить, а покупаются целые страны. И мы понимаем, что в нашей стране, например, мы транзитная страна, и часть олигархи делится на две категории. Те, кто контролировали трубу, но сейчас она как бы менее важна, и, соответственно, ренту снимали с этого, естественно, делились, потому что все эти рассказы о том, что Украина ворует газ, это все чепуха. То есть, мы понимаем, что если бы первый раз был сворван газ, то этих людей бы или не нашли, зная крутой нрав господина Путина, то есть, там как бы все было договорено. И вторая часть олигархов, это те, которые имеют доступ к рынкам российским, это прежде всего металлургическая отрасль, трубы и прочее, прочее. И, соответственно, через этих людей, а они, естественно, имеют свое лобби в парламенте, карманные партии, карманных депутатов, они формируют вот как бы правовое поле, выгодное, и политическую такую систему, выгодную олигархам, а через олигархов, соответственно, Путину. Поэтому борьба с коррупцией, она является ключевой не только потому, что надо, чтобы бизнес не платил эту ренту коррупционную, и стал зарабатывать и себе, и, соответственно, честно платить налоги. А и с точки зрения того, что это подрывает национальную безопасность государства. Это подрывает национальную безопасность, это подрывает, собственно, веру народов, то, что что-то может измениться. В конце концов, это просто подрывает экономику страны, потому что такая высокая рента коррупционная, она мешает развитию страны, а мы все-таки хотим, чтобы Украина развивалась. У нас есть еще одна тема, которая развивается буквально в эти часы, потому что, как вы знаете, в ближайшую пятницу, 4 ноября, пройдет День народного единства, отмечает Российская Федерация. И в этот день традиционно русские националисты ходят так называемым русским маршем. Собственно, все эти годы русский марш проходил и согласовывался. Сначала он проходил в центре Москвы по чистым прудам, потом его переориентировали, он стал ходить в Люблино, но не было вообще ни одного как бы года, чтобы его запретили. И, собственно, вот в этом году началась попытка его запрета. На прошлой неделе организаторы получили первый отказ от мэрии в его согласовании. После этого организаторы решили, что марш остается в любом случае, и если они не получат согласование, то тогда он пройдет в форме прогулки в центре Москвы. Прямо на Манежной площади, сейчас уже мы вам рассказывали, что прогулки оппозиции по Тверской проходят, но националисты решили тоже, что они будут маршировать в форме прогулки. Буквально сегодня утром появилась информация о том, что из мэрии позвонили Юрию Горскому, одному из заявителей марша, и сказали, что все-таки марш согласуют. Буквально полчаса назад мне написали, что Эхо Москвы объявила, что все-таки марш еще не согласуют. Так что все это в процессе переговоров. На мой взгляд, вероятность того, что марш согласуют, достаточно высокая. Она появилась только потому, что люди решили выйти на несогласованную акцию. Любую несогласованную акцию в праздник в центре Москвы, когда много туристов, много приезжих, но в этот момент разгонять достаточно накладно для властей, потому что могут попасть абсолютно случайные люди и в очередной раз показать, как ведут себя власти в столице России не очень-то им хочется. Именно поэтому я всегда говорила и буду повторять, что в случае несогласования нужно обязательно проводить акции, нужно проводить акции в центре, и только тогда власти начнут все-таки какие-то акции согласовывать, потому что только уверенность людей и готовность выходить позволяют, как и в международных вопросах, к сожалению, сегодняшняя система власти в России такова, что она понимает только уверенность и только язык силы. Поэтому будем следить обязательно за происходящим. Желаем организаторам согласования акции. В этом году акция пройдет в достаточно интересном формате, потому что не будут принимать участие не только националисты, но и сочувствующие им. Собственно, это именно та часть русских националистов, которые поддерживают Украину, которые выступают против аннексии Крыма. именно поэтому такие сложности с согласованием. Потому что другая часть вполне себе согласование получает. Ну и, соответственно, надо помнить, что путинская власть, власть любого тирана, она держится на двух вещах безразличие и страхи. И, соответственно, чем больше этого страха есть, я думаю, что, наверное, надо все-таки идти и страх преодолевать по простой причине. И когда ставят памятники Иванам Грозным и прочим людям, которые, ну, люди с маленькой бока, и вообще в биологическом смысле. Видели, мешок на головоделе. Да, ну, с другой стороны, кол уже срезали. Я считаю, что это была хорошая инсталляция, абсолютно вот это достойный ответ был, такой асимметричный ответ на все это мракобесие, которое, собственно, как бы опять поднимается из глубин, я не знаю, бессознательного, и, соответственно, то есть какой-то элемент управления страхом. То есть если люди начинают понимать и говорить о том, что эти Сталин, человек, который просто-напросто, я не знаю, настолько вошел кроваво в историю Советского Союза и русской нации как таковой, вот, и тот же самый Иван Грозный, то есть это ролевые модели, наверное, то есть это, наверное, к чему надо стремиться, потому что на самом деле памятник это не просто дань истории, это символ эпохи, нынешней эпохи. И, соответственно, если бояться, то следующие будут памятники, я не знаю, там, гильотине, газовой камере и так далее, потому что на самом деле логика процесса, она абсолютно очевидная. Поэтому все те, кто еще имеет хоть какую-то надежду на то, что жизнь может измениться, если не хотят уезжать из страны, если не хотят попасть в этот молох, который создан уже, и он уже абсолютно он опробован на украинцах, на крымских татарах, в Крыму и на оккупированных территориях Донбасса. И, соответственно, количеством вам лучше знать активистов, которые... И на собственных гражданах тоже. Да, потому что на самом деле чего хочет Путин, вот если так вот абстрактно, да, в отношении... Он хочет быть похожим на Сталина, но... Не-не, я в другом смысле. У него есть две вещи. Творить беззаконие у себя, чтобы никто ему не сказал ничего против. То есть, поэтому права человека не являются, как заявлял Пушков, ценностями российской нации. И там верховенство права в России звучит часто верховенство закона, примат закона. То есть, эти вещи, которые просто легитизируют насилие над своими гражданами, и то, что хочет Путин в отношении Украины, балтийских государств, там, Черноморских и так далее, и Казахстан, это насилие против других. Вот это вот ключевая вещь. Насилие, культ насилия, это является стержнем современной России, которую, как бы, слепил... Ну, правда, здесь есть, как бы, взаимная вина. То есть, поскольку люди, голосуя за сильного лидера, а не за демократию, которую считают, ну, скажем так, разболтанностью, беспорядком, демократия не является беспорядком. Демократия является, когда сообщество, скажем, просвещенных, информированных граждан принимают решения о своей судьбе, а не делегируют эти решения кому-то, который нравится своими бицепсами, или, там, деньгами, или же какими-то другими вещами. Вот поэтому, как бы, здесь выбор или же дальше в Средневековье, и это не обойдет никого, не обойдет холодильник, не обойдет зарплату, медицинское обслуживание, пенсию, и так далее. Но это в большей мере не обойдет с точки зрения того, что вам милиционер или полицейский не пробьет голову палкой, ему за это ничего не будет. Или вас ни за что могут взять, посадить в КПЗ, или же вообще посадить в тюрьму, или отправить в места не столь отдаленные. То есть, это все начинается с малого, мы видим уже, что каток разогнался, поэтому выход только один, использовать все законные методы, если они возможны, и брать пример с Украины, если законные методы не работают, а тирания, она абсолютно очевидна, использовать незаконные методы для того, чтобы изменить, взять, как записано в российской конституции. В конституции все записано, и право на собрание, и то, что народ является источником власти, и так далее. Просто она просто идет в узурпации. Абсолютно. для того, чтобы 30 ноября, которое было в это воскресенье, которое является в России днем памяти жертв политических репрессий, осталось лишь днем, когда мы поминаем своих родных, своих близких, которые погибли в сталинских лагерях, и чтобы это не продолжалось. Наконец, уже пора это остановить. Спасибо, друзья. Следующий вторник, мы опять будем с вами. Смотрите нас. Спасибо.